Друзья мои, смотрите, чем я занимаюсь. За бабочкой гоняюсь. Посмотрите, у нас 12 ноября. Видите, инструктор волков гоняется за бабочками. Хотелось вам очень показать это, что они еще летают в такое время. Ну и вот на чем мы будем летать. Цель сегодняшнего видео показать, рассказать о том, как сколько стоит владение планером частично и сколько стоит научиться летать на планере. Зачем я это делаю? Ну потому что задают эти вопросы. И я хочу еще рассказать о том, почему планер, ну если не хуже, то я думаю, что даже лучше самолета. Потому что многие летчики, общаясь с нами, считают планеристов часто ущербными. А как же они так летают? Ну во-первых, как мы можем летать? Мы можем взлетать сами. Муха еще какая-то. У хорошего планера самовзлетного, а современные двухместные планера почти всегда такие, если они новые. Есть двигатель. Это двигатель Ванкеля, мощностью 56 лошадиных сил. Расход топлива всего лишь 12 литров в час. На круизе где-то 9. Вот и мы на можем взлетать. И летать как самолет. Пожалуйста, вот вам самолет. Правда несколько дороже. И но он летает как планер. Он летает без топлива. Сейчас мы истратим 2 лита. Доберемся вот до тех облачков. Будем под ними летать. Я вам расскажу, сколько стоит на такой штуке научиться летать. Продолжаем. Итак, друзья, я в планере пристегнут. Провел все. Готов запускать двигатель. Запускаем моторчик от винта. Моторчик завелся. Видите, что этот двигатель Ванкеля относительно дикий. Сейчас я проруливаю по аэродрому. Вы видите, что планер прекрасно рулится. У нас на конце крыла стоит колесико. Сейчас, чтобы не потеть, открою форточку. И это колесико позволяет мне прекрасно рулить по аэродрому и занимать полосу. Вот теперь на полосе. Порядок. Проверяю мотор наш. Свечечки. О, готов к лету. Докладываюсь. Первое водение Виктор Кокуляш. И поехали. Все. Скорость отрыва. Переставляю закрылок. Все, поехали. Видите, ничем не сложнее самолета. Даже могу вам сказать, что проще по той простой причине, что у нас очень тяжелый хвост, но он обеспечивает путевую устойчивость при даже очень сильном боковом ветре. То есть при ветре порядка 15 метров в секунду от 45 градусов в полосе я спокойно взлетаю. Даже там бывает 10-12 боковая составляющая. Чекать бы на нее хотели. Здравствуйте, глубоко уважаемые и любители планерного спорта. Итак, мы с вами опять в воздухе. Пока летим на моторе. Я взлетел 3 минуты назад с аэродрома. Вот я сейчас долетел до ближайшей горки и планирую над ней летать. И я пока самолет. Вы видите, что у меня сзади крутится пропеллер. Винт, я, соответственно, самолет. И многие спрашивают, а почему ты летаешь на планере или на самолете? Вот почему? Ведь у тебя есть самолетная лицензия, все дела. А мне планер больше нравится. И цель сегодняшнего видео я вам буду рассказывать о том, почему же... Сейчас понемножечку будем охлаждать наш двигатель до выключения. Почему же мне все-таки нравится планер больше, чем самолет? Раз. И сколько стоит научиться на планере? Вообще реально ли на планере летать? Потому что часто бывает так, что люди думают о том, что, ай, планер, это такая штука, это только для небожителей, для каких-то избранных людей, которые там, не знаю, вот такие особенные. Ничего подобного. Видите, я простой человек, был жизнедеет, летал на параплане, и лишь 37 лет сподобился полетать на планере. Во многом цель как раз видео в том, чтобы показать вам, что ничего сверхъестественного в полетах на планере нету, что они реальны. То есть это вот реальность. На этой штуке можно научиться летать и летать без мотора. Сейчас я вам покажу, как. Заодно расскажу, как научиться. Причин часто для того, чтобы не пойти, учиться много. Вы можете там придумать их сами миллионы одну тысячу. Ну, чаще всего, ой, да, как я могу научиться, а там, я там уже старый, ну, не знаю, я в 37 лет пошел учиться. А у меня сейчас есть ученики, которым больше не покажу, в 70 лет пошли учиться. А летают ребята там по 90 лет. В Штатах один пилот пошел в 76 лет учиться, потом себе купил планер, ему сейчас в 90 еще летает нормально. Вот поэтому я бы не причислял себя к небожителям. Эх, красота! Ну, я думаю, на этой оптимистичной ноте можно сбросить обороты и заглушить мотор. И мы превратимся из планера, ой, из самолета. Видите, планер-то и без рук летает. Сейчас я зеркальце настрою. Оп! Самолет превращается, превращается в самолет. Оп! В элегантный планер. Сейчас мой винтик в бам! Поставим на стопор. Оп! Вертикально, штангово, с винтом. И винт убирается. Сейчас он убирается в положение охлаждения, не полностью, а потом через некоторое время я уберу его полностью. Переставляю закрылок в влетном положении 4 и начинаю потихонечку летать у склона. Я планер. Так вот, вернемся к тому, чтобы у многих есть страх, что это мне не дано. То есть мне не дано летать на планере, мне не дано летать на самолете. У меня и люди живут, выдумывают кучу оправданий, чтоб там, не знаю, там семья, работа, дом, шашлык, дача, еще чего-нибудь. Или, в общем-то, тем самым придают свою мечту, мечту летать. А ведь пойти научиться летать просто, реально просто. То есть вот у меня есть хороший друг Сережа Серов, и вот он рассказывает, как он там дожил до каких-то своих там 28 лет и не летал на планере, хотя мог и мечтал все время. Но как-то находил всегда себе отмазку. А потом бац, пошел научился летать и там занял первое место по дню там на чемпионате мира. Представляете, человек там буквально несколько лет полетал. Талантище. Вот. Может, вы тоже такой же талантище и закапываете свой талант куда-нибудь. Поэтому поверьте, летать на планере просто. Это просто. Я думаю, это, конечно, немножко сложнее, чем на самолете. Вот. Но это реально. Я вам сейчас расскажу, как. Ну, еще раз скажу чуть-чуть. Многие спрашивают, а смысл? Ну, что вы тут? Вы летаете на своем планере там, и что? Ну, а вы летаете на самолете, и что? Вот протрактел вокруг аэродрома, сейчас скукотища. Мы там 8 часов пальпом носимся. Веселуха. То есть, здесь смысл в том, что учиться на планере и на самолете очень интересно, потому что вообще само обучение любое само по себе интересно. То есть, просто преодоление, вот, то есть, я смогу, я научусь там, не знаю, на горшке можно скакать по коридору там в 3 года, и это тоже прикольно там. Тоже чему-то учишься, правильно скакать на горшке по коридору. Весело. Все, любое обучение, это очень весело. А поэтому, что на планере, что на самолете учиться очень весело, а вот потом пути расходятся. Потом получается, чтобы летать на самолете, нужно каждый час сжигать 18 литров топлива. И это, во-первых, это дорого. Во-вторых, ну, нужно где-то самолет брать в аренду, еще чего-нибудь, еще чего-нибудь. И в конце концов, получается, что даже когда эта проблема решена, ну, там у человека есть деньги на самолет, на топливо, на все остальное, через некоторое время выясняется, когда он преодолел все сложности с хранением самолета в ангарах, там построил ангар, аэродром построил и все, человек замечает, что скучно. Вот летаешь часа, а дальше скучно. Весело летать на аэродром какой-нибудь, к другу, там, мне блины, там, еще что-нибудь, путешествие какие-то делать, это весело. А вот просто летать, скучно. Вот, это, наверное, основной критерий. Я думаю, что летчики со мной согласятся, если летчики планер пробовали, а многие пробовали, и летают на планерах и на самолетах, это абсолютно две разные вещи для разных задач. Но просто многие думают, что на самолет научиться я могу, а на планере почему-то нет, мне не дано. Да дано. И там на самолете я буду, он какая-то от него польза будет, а от планера пользы не будет. Да, фигня это. Большинство, кто имеет самолеты в том же Подмосковье, уж поверьте мне, приезжает на аэродром, полдня драйвит этот самолет, там, ухаживает за ним, прочее, потом слетала, пару кружочков сделала, в зонку слетала, вернулась, постояла в пробках назад в Москву, отлично проведены выходные. Вот, поэтому, здесь не критика, это реальность просто какая-то. Вот. Поэтому на планере, на планере по-другому, на планере весь полет, это постоянная охота за восходящими потоками. Мы пытаемся найти восходящий поток и продержаться в воздухе, то есть, ну, это не сложно. Про хорошую погоду на планере держаться в воздухе легко. Мало того, на планере можно путешествовать на тысячи километров. Вы думаете, что на планере нельзя летать? Вот мы еще планируем в следующем году перелет от Ниццы до Монте-Карло до Словени по Альпам. Там больше тысячи, наверное, четыреста километров, сто ли у нас там по плану. Вот. Это на планере. Ну, не за один день, за несколько перелетов, но смысл в том, что мы будем летать, мы будем перемещаться, мы будем использовать планер тоже для цели перемещения. Мы здесь с Пальпом каждый день ходим маршруты по 500-700 километров, смотрим всякие красоты, летаем до Монтеркорна, до Монблана. В Африке мы летаем в замкнутом маршруту тысячи километров. Ты с утра проснулся, сел в планер, 8 часов пролетал, пролетел тысячу, и кажется, да, на самолете в ту же Африку лететь. Садишься, летишь там 8 часов и думаешь, ох ты ж, ё, ой, там сидишь в этом самолете в Боинге, там смотришь какие-то фильмы и прочее, ну, тоска зеленая. А 8 часов в планере пролетает просто, ты сел в планер, смотришь, уже день кончился. Вот, в этом весь смысл, и это то, ради чего я, ну, ради чего стоит учиться. Вы можете промотать эту часть, но вот она вам рассказывает, зачем вы будете тратить те деньги, о которых я буду дальше рассказывать. Итак, научиться на планере реально. А летать вот такие маршруты там в тысячу километров тоже реально. Сначала с инструктором, потом самостоятельно. Свою первую тысячу пролетел через 3 года после начала обучения. Вот, уже как инструктор сам. Вот, не, вру. Не через 3, чуть больше. Ну, ладно. Но 500 километров, а пролетел, да, через 3 года там. Были соревнования в Орле, я прилетел, победил, этот день выиграл. И пролетел 500 километров, замкнутый маршрут. То есть, это все, ну, абсолютно реально. Даже не думайте, у вас все получится. Итак, как научиться летать теперь на планере? Ну, на самолете, понятно, приехал на аэродром, блин, раз, там, залили топливо в крыло, мы выключаем теперь, наконец-то, наш двигатель прячем. Оп, все, фюзеляжи обесточивают. Теперь мы вот чистый планер совсем, с полным, можно сказать, с полным аргеническим качеством. Итак, мы, вы приехали на аэродром, вы решили, я хочу научиться летать на самолете. Ну, что, залили топливо в бак, там, посадили инструктора, и полетели. Дальше летите, не знаю, обычно это в зона какая-нибудь, зона, это некая территория, на которой, там, самолет совершает разные маневры, и вам дают ручку, и говорят, вот смотри, вот так он летает, так он летает, вы там повторяете эти движения, показываете, ну, короче, учитесь, учитесь, учитесь пилотировать. А, как бы, когда вы немножко научились пилотировать, вам говорят, ну, ладно, теперь идет посадка. Вот так взлетает, так подземляется, и вы начинаете мотать круги. Вжжжж, круг. Параллельно учите радиообмен, там, если нужно, там, шасси убираете, выпускаете, еще чего-то, ну, короче, летаете эти круги. Вжжж, круг, круг, взлет, посадка, взлет, посадка, В принципе, это правильная тема на самолете, потому что, действительно, взлет-посадка там крайне важны, на планере тоже важны, но на планере есть еще изюминка, которую я буду рассказывать, умение держаться воздуху без мотора. А вот, На самолете мотор есть И, конечно, то, что есть на самолете мотор Вы постоянно еще занят этим мотором Режимы подбираете, там, это все, пятое-десятое Чтоб вверх слишком не летел И вниз слишком не снижался Чтоб скорость не росла Короче, тоже дофига что делать И сказать, что самолет это очень просто Вот, но понятно, как вы там учитесь И дальше, когда вы научились немножко там уже Вокруг аэродрома носиться Приземляться, взлетать Вы начинаете летать маршруты там Слетают там, допустим, туда-то, до такой-то точки Вернуться там, рассчитать курсы, глиссады Связаться с вечерами, ну, короче, всякая такая штука Дальше вы научились, вот это все сделали Сдали экзамены, получили свою рецензию там ППЛ и на этом самолете летаете Все, это там 50 часов, 1700 рублей Или там 600, ну и все Вот, про самолет очень все просто А теперь, как на планере, думают Ну, а на планере-то как? Ну, как вот он без мотора, как вообще воздух поднимается? Ну, во-первых, наш планер вы видели, он с мотором все-таки Вот, а во-вторых Обычный учебный планер, классический планник Его поднимают с помощью Другого самолета Вильгия буксировщика, например И дальше этот аэропоезд Поднимается тоже там На ту же тысячу метров в зону И дальше пилота, будущего планериста Знакомится, планер отцепляется от буксировщика И дальше все это летает И пилоту показывают Ученику показывают, как пилотировать этот планер Такие есть там приемы Таких зоны обычно три Ну, я бы, я считаю, что должно быть больше Но вот три зоны И дальше, в принципе, все очень похоже В России Пилот-планерист начинает учиться взлетать за самолетом Взлетать на высоту круга И делает этот круг Делает посадку Это все логично Но, но Планер пилотировать несколько сложнее, чем самолет И он имеет только один шанс приземлиться То есть, если самолет всегда может уйти на второй круг То планер должен приземлиться Один, ну, самолет должен приземлиться Но планер не сделает здесь кружочек В этом потоке или нет Вот, но планер не имеет второго шанса То есть, он приземляется и все Вот, поэтому В этого захода на посадку Пилоты-ученики там Не то, чтобы побаиваться Но это такой ответственный процесс Можно и не долететь до поляны Там раз, у тебя мотора же нет И бам А я и не долечу Или там перелететь, в конце концов Ну, ничего в этом сложного опять же нет Этому всему мы учим Но Я больше о страхах И вот Берем так, что Пилот летает эти бесконечные круги Учится взлетать, приземляться И в конце концов у него получается И взлетать, и приземляться И круги это делать Но Я потом скажу об этих проблеме самого обучения Сейчас я просто очень кратко Что Пилот очень много времени проводит за самолетом Не умея летать До хвосте у самолета И вообще В этом планере В зоне ограниченного времени То есть, вот Когда время Вот сейчас, видите Я лечу без рук У меня ручка Вот планер оттримирован Летит сам В принципе, управлять там не нужно А когда летит ученик вначале Ему надо скорость какую-то ловить Там все Плюс он эту ручку Планер не оттримирует Триммер это когда ручка В таком нейтральном положении И Ну, планер вот Я руки бросил Он не меняет Своё пространство Но сейчас у нас Чуть-чуть нос задирает Чуть-чуть скорость падает Ну и ничего страшного Сейчас я триммер вперед переставлю Это исчезнет все Вот Цейтнот У ученика Планериста На кругах На начальном этапе обучения Ну, в данном случае в России Потому что в России Такая система принята Постоянный цейтнот по времени То есть Не хватает Поле внимания То есть нужно и скорость следить И где эта полоса чертова И когда эти воздушные тормоза выпустить И когда закрылок убрать Когда нос поднять Когда хвост прижать Когда вот Очень много всего Но к этому привыкаешь То есть, не знаю На велосипеде медведя Учат летать Кататься Вот Поэтому Но Из-за вот этой круговой системы Из-за этого цейтнота Постоянного Могут закрепляться Нехорошие навыки Например Вот какие навыки Могут закрепляться Нехорошие Это мой навык был Я когда учился летать Я как-то Меня Юрий Александрович Списывал Мой инструктор Говорил, что Точнее я говорю Юрий Александрович Спешите меня У меня ничего не получается Он говорит Да ладно Я как-то вот За Вильгой Вильгой Никак не мог поймать Буксировщик То вправо То влево Я как-то сделал так Тыдыщ Тыдыдыщ Ручкой Опа И буксировщик остался Со мной в норме Я думаю О, так и надо летать Я начал летать так Тыдыщ 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 Видите На планер это практически Никак не влияет Но мне казалось Что я пилот Я летчик Я там управляю планером Будь здоров В коне огонь И это у меня закрепилось Я потом имела гномные проблемы Переучивался Там долго Отучал себя От этого пилотирования Потому что Должна ручка Ну у меня вот сейчас Ручка не шевелится Вот если руки убраны Она не шевелится А когда ты Вот этот выходец Ну мне просто не повезло Мне такой характер Возможно еще что-нибудь То есть многие учатся летать У них никаких проблем С этой ручкой Ну я может сказать Такой бесталантливый Попался Система обучения Отечества Вот Поэтому Вот здесь Отличная кардинальная Между самолетом И планером Что В общепринятой Ну скажем так Европейской системе обучения Не знаю как в штатах Учат Вот в Европе Часто Очень много времени Уделяют вначале Проведению в воздухе То есть не вот эти Там несколько наших Зон по Тысячи метров Там полчасика Ну допустим 4 А вот так вот Поднимают воздух Где-нибудь Находят здесь Вот Сейчас с птицами Вместе летаем Он орел с левой стороны И проводят в небе Час Не полчаса Час Два Три То есть Три тяжело Ученику начать И мы летаем Вот так над горой Ученик рулит Управляет планером Понимает как вообще Какие принципы управления Планером То есть Успокаивается Входит в состояние Вот этой гармонии С природой Что крайне важно Для обучения На планере И вот в этом Гармоничном состоянии Он наконец-то понимает Что он пилотирует планер Причем я категорически Противник системы Когда Ученику помогают Когда меня учили Я периодически видел Как инструктор ручку трогает И что-то там делает Южий Александрович Ну пожалуйста Не помогайте мне Или Трамара Андреевна Пожалуйста Кто у нас пилот Ну я чуть-чуточку Чтоб ты тут не накосячил Блин Я если не накосячу То я извините Не научусь А потом Ты не понимаешь Что творится То это инструктор Влез В управление Или это Извините Там По рулям Воздухом Жахтала Вот Поэтому Крайне важно Дать Я принципиально Только я Или только ученик Или я говорю Что мы вместе Я тебе просто покажу Как Принципиально На мой взгляд Научить Пилота Управлять планером Понимать Как он летает И парит Именно парит Как он использует Восходящие потоки Для своего движения Чтобы привить ученику Правильные Вот эти вот Движения на пилотировании И только После этого Я считаю Нужно отправлять его Уже на вот эти За самолетом Круг Туда-сюда 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 Потому что он уже умеет летать Потому что он уже умеет пилотировать Ну в каких-то рамках То есть не тратит на это пилотирование Такое количество внимания Он может уже заниматься А где там это четвертый разворот А где там это полоса Под каким углом визируется А какая у него высота Потому что Часто вот там По прибору постучал По отечественному В ланике Высота была 300 Стало 100 Вот То есть такие вещи Легче Делать и усваивать Когда ты уже немножко Научился летать В этом кардинальное Отличие обучения На самолете На самолете От планера Потому что у самолета Нет режима там Буксировки Зачем-то еще чем-то Он летит на своем моторе Летит В общем Поэтому на нем Летать в зоне Тоже важно Там Поучиться пилотировать в зоне Но На планере это гораздо Важнее Вот Итак Мы Пока Стоимость обучения О том Где можно научиться Пока вот просто О самом принципе обучения Неважно Учились ли вы Пилотировать в зонах Там долго Как вот в Европе Или там Не учились В конце концов Вы приходите к тому Что вы умеете На планере Взлетать Приземляться И Парить Парить Тут чуть-чуть Тоже нюанс В России Так называемый Первый год обучения Парить не учат Учат взлетать Приземляться Нужно вылететь Самостоятельно И Отлетать Какое-то Самостоятельное Количество этих Кругов Ну там Что-то в районе Восьмидесяти Вот Это так называемый Первый год обучения Часто этот первый год Совмещается за вторым Как у меня Например И Тогда Вроде как Второй год Учат парить На планере Уже держаться В воздухе И Дальше Приземляться В дне аэродрома На поле Какой-нибудь Потому что Панер спокойно Может приземлиться На поле То есть думает А вот как там Если вдруг погода Испортится Ну нашел поле Приземлился Че Каких проблем Ну или мотор Как у нас завел И вернулся на аэродром Вот И второй год Он Такой уже Не такой По деньгам Значительный Но сразу Буду там Примеры финансовые Приводить Например Там есть Клуб Сапсану Стоит первый год Восемнадцать часов Налета Вылет самостоятельно Текруги и прочее Там Двести Там По-моему Пять Двести Двести тысяч рублей Вот И Там второй год Когда вас Научат на всякие Эти площадки и прочее Там еще там Тысяч сто Может быть чуть больше Вот И в конце концов После этого Там с налетом Двадцать пять часов Допустим Получается лицензия ДСАПовская Которая работает Только в России В Европе не работает Вот Это потому что В ДСАПе Это в военных клубах Система ДСАП Отличная Они Дают только такую лицензию Она не К сожалению Не работает Раньше работала Немножко в Европе Сейчас Не работает Парам-парам Про что это я А Про то чем все Закончится Да В европейской системе Обучения Нет вот этого деления Первый-вторый год Там просто есть Сразу идея Что планирист Учат планиризму То есть Учатся летать Учат летать на планере И вот это вот Так называемый Второй год Он просто сразу идет То есть Обучение-парение Идут сразу Сейчас в России Тоже много меняется Программы обучения Написаны Благодаря там Хорошим людям Там вот Ребята делали Авиационный учебный центр С-7 И клуб Сапсан Под Воронежем Тоже участвовал Клуб Щекина Под Москвой Тоже участвовал Есть общая программа Обучения Которая уже Позволяет менять Вот эти упражнения Там первый год Смешивается со вторым Короче делать что хочешь И в этом случае Инструктор Видя хорошую парящую погоду Может очень упускать Да хрен с ним Этим отмотать Круги бесконечные Полетели с тобой Полетаем В потоку Попарим Там Вау Там Лева Вот И не потратим Твои деньги Потому что Когда вы взлетели За самолетом И где-то И летите на плане Либо за буксировку Не платите Время проведенное Без самолета Оно не стоит Так дорого То есть там Самолет это очень дорого А без самолета Это не очень дорого И вот вы летаете В планере С инструктором Платить за это Там в три раза Дешевле Чем если бы Вы летали на самолете Вот В этом Смысл В этом красота И я думаю Что постепенно Поменяется И в России Система обучения Почему она еще такая Да потому что Часто погоды нет Вы приезжаете на аэродром А погоды парящей нет И вам действительно Только эти круги Остается делать Вы приехали А что делать Аэродром тоже не стоять И вам вроде как Учиться хочется Поэтому это какой-то Некий компромисс Вот Просто я встречал Совершенно убогие случаи Там вот например Был на аэродроме Шевлина И Леонид там был Такой руководитель полетов И он уперся рогом Типа круги девочки Будут летать А там две таких Красивых-красивых Стюардессы летало Училось Ух Вот И эти стюардессы Смотрят Такими огромными глазами С гигантскими ресницами В это небо У них там Вот Глаза горят Они хотят летать А их на эти круги Они говорят Игорь А куда вы летите А я говорю Да я вот с планером То есть учеником Лечу там Куда-нибудь На Селигерс летает Сейчас может Там Или на Волгу Как вот так Сейчас вот прямо полетите Говорю Ты посмотрите Какая погода бомба А они смотрят На своих инструкторов А те Ну а что мы сделаем У нас круги Я говорю Слушайте Ребят Ну давайте Поменяйте им упражнения Полетайте на парение И вот Леонид говорит Нет Вот им У них положено парение Будут Ой положено круги Будут мотать круги У нас Порядок На аэродроме Досаап Ейти его мать А ничего другое И все И вот человек Уперся рогом Девочек в итоге Ничего у них не получалось Потому что когда При 4 метровых Восходящих потоках Учат летать по кругу Это безумие Это маразм Этим заниматься нельзя Ну вот человек Досаап Простите Друзья Из Досаапа Как бы это Знаете как Наболело Накипело И во всем этом участвовал Поэтому я имею право От первого лица Рассказать Как это бывает Так как гробят Девочки не доучились Они полетав Вот так вот по идиотски Потратили деньги В конце концов Плюнули И из них Не знаю Может они вернутся Но на тот момент Им убили мечту Убили вот этим Дебильным подходом Который к счастью Сейчас постепенно исчезает И так И С них сосали деньги В данном случае Потому что круги Стоит значительно дороже То есть они За каждый круг Платили там 1600 рублей Допустим А полетев на планере В зону Поднявшись За самолетом За 3000 Они пролетали бы там час А слетав Свои там 6 кругов Они налетали 6 там на 6 36 минут Даже 30 минут 6 на 5 Вот так что Вот В чем как бы Немножко разница И как это все выглядит Ну вернемся к тому Что вот Что в Европе Что в России Все это дойдет До какого-то знаменателя Какого получения лицензии Вот И сколько в конце концов Вот это вот получение Лицензии стоит Во-первых Плавно можно сказать Где учат И сколько может это стоить Вот Во России Я уже говорил о клубе Сапсан Это под Воронежем Клуб Клуб Щекина Это два клуба Которые работают Достаточно активно По будним дням Вот А Щекина чем прекрасен Тем что Это единственный клуб России Который работает И круглогодично То есть В этом клубе летают И зимой То есть вот Зимой В мороз Ставят планиров на лыжи Летят на них То есть Уважение и респект Организаторам Этого мероприятия То есть Это действительно Очень большая работа Вы не представляете Что такое летать зимой Это просто Я летал С учениками летал зимой Это нужно сначала Планер отогреть Потом его там Выкатить Потом Потом он потеет Еще в полете Потом Ой Короче Отважные люди Вот Помимо круглогодичных Работающих клубов Вот этих Ну там Сапсан Зимой не летает Пока может быть Может потом будут Ну потому что Это Москве 400 километров Все таки Не наездишься Летают Процентов на 80 Москвичи На 70 Наверное Что в Сапсане Что Ну Сапсане Со всей страны Еще больше приезжают Народов в Щукино Тоже приезжают Разница в Щукино Чуть-чуть цены дороже Там проценты Может быть на 20 Но тут Аэродром ближе к Москве И почему допустим В том же Сапсане Может быть дешевле Он при агрохолдинге Образован Антон Геннадьевич Пермяков Организаторы По сути Спонсор этого клуба И поэтому Многие вещи Были за счет Ну там Столько всего сделано Что Если бы этот клуб Был на самокупаемости Шансов у него Выжить не было бы никаких Вот Ну поэтому И планировки Планировки куплены И сдаются в аренду И дешево И прочее Прочее Вот В Щукино Тоже многие планира Там получены От государства Наверное там часть была Никакой прочее Поэтому В России удается держать Относительно Здравомыслящие цены На обучение Но мешает этому Огромное количество Персонала То есть Для того чтобы Организовать полеты В России Требуется не один человек Как здесь там На аэродроме Вообще никого сейчас Нет никакого Ни РП Ничего Вот я сейчас Летаю Кто там Никого То тут должен был быть Там еще что-нибудь Там Бухгалтер Охранник Обязательно И прочее То есть Это все Насасывает Количество денег Большое И это надо Куда-то раскладывать В том числе Допустим Земля То есть Здесь Частые аэродромы Просто никаких налогов На землю не платят Никаких налогов На самолеты Нету здесь А извините В том же Щекино Есть Вильга Вильга Которую там 350 тысяч рублей Одного налога За Вот Еще Хочешь летать легально Плати налог Не хочешь летать легально Ну не готовься К тому что тебя вздрючат Потому что Приедут Посмотрят Ааа Вы летайте нелегально Ну и все Вот Поэтому Сволочи В общем Одним словом То есть В таких вещах То есть Не знаю Планерный спорт Красивый Чистый Зачем нужно Вот это завешивать Плюс там Больная тема Короче К чему все К тому что Это достаточно дорого Потому что Много накладных расходов Но из-за того что Техники много Которая Изначально есть Что-то куплено Что-то Как Клуб ДСАФ Используется Государственная техника Ну может быть иногда Получается не так дорого И так Я так и не договорил Сколько же это может стоить 210 тысяч рублей Или 205 В Сапсане стоит первый год А Говорил уже И там Тысяча сто второй Ну и так же наверное будет Шевлина Чуть-чуть может бороться Грубо говоря Тысяч за 300 У вас получится До лицензии подготовка В России А если вы будете летать В Аблодикавказе Ну это будет сильно дешевле Потому что Планиров в Аблодикавказе Много осталось Вот такой сильный клуб Ну с точки зрения техники То есть у них Не разворовали их Снарить технику Они ее Мудрились сохранить У них много хороших Хороших самолетов Самолеты планиров Они за ними ухаживают Ну и в общем-то летают И в этом Летать там недорого Есть в Кисловодский Круг там тоже Можно учитываться Летать Есть в Адагуме Группа энтузиастов Я не знаю Сейчас занимаются Они на обучении Или нет По-моему Есть там инструктора Соответственно У них очень большой парк Планировочка По С-4 Такий маленький Планировочек Легенький Отечественный Недорогой И вот на нем Там очень много летает Уже после базового обучения На Бланниках Вот Летают в Новосибирске Два клуба Один государственный Вот этот вот А другой частный И Что-то я зову В Белгороде летают Ну можете посмотреть В Володе как В Востоке ребята Купили лебедку Бланник И летают тоже То есть много мест В России где летают Вот Но К основу Базовую цену За обучение Я вам сказал И прелесть в том Что не обязательно Эту сумму тратить сразу Потому что Вы приезжаете на аэродром Платите фактически Ну допустим За круг Вот этот полет по кругу 300 метров Ну там от 1200 Допустим До 1600 рублей платите Может где-то дешевле Не знаю За буксировку в зону Подъем за самолетом На 1000 метров Там От 2000 Допустим До Не знаю Там Двух с половиной Ну и пульсаренда планера Там На полет И прочее То есть это все Вот Но в сумме получается Вот эта вот цифра Которую я назвал И она может быть Немножко больше Почему она может быть больше Потому что что-то не получится Вы там допустим ездили Бац Слишком большой перерыв Вам приходится что-то повторять И вы вылетываете Не стандартную Вот эту программу На первый год обучения Как я называл 18 часов А у вас получается больше Просто больше Ну и если мы сейчас делим Например Стоимость летного часа Ну например Там вот эти вот Налетные 25 часов На сумму В 250 В 300 тысяч рублей Мы получаем Там В районе 100 евро за час Вот Казалось бы Вроде как Кажется Да Так столько и на самолете Может быть стоит обучение Почему так дорого Ну потому что на самом деле Многое времени проводится Как раз за самолетом И тогда нужно платить За самолет На котором тоже сидит Пилот И он летает И за планер И прочее И прочее Поэтому я бы не сказал Что обучение На планере Будет сразу Там сильно дешевле Чем на самолете Просто на планере До получения документов Лицензии Вам нужно 25 часов Налетать А самолет На самолете 50 Вот и получается Что там 305 тысяч 250 на планере И там допустим 600-700 В Орловке Стоит Прилот Пилот Лайсенс На Какой-нибудь Самолет Ну вот она Вроде как Разница Конечно Два раза Там Но Самолет Ну я бы начал С планера Все таки Планер Давно бы получил Вот Теперь Можно наверное Рассказать Чуть-чуть Сколько это в Европе Стоит То есть в России Я рассказал Сколько же стоит Обучение в Европе В Европе Есть Несколько систем Одна из них Классические клубы Вот есть клуб Вы в него пришли В нем есть инструктора Вы платите деньги Так же как в России И дальше там Понеслась Летаете Здесь примерно Та же схема Та же сумма Те же там 100 евро в час Здесь может быть Чуть-чуть дешевле Обучение Из-за того что Вы проводите Больше времени Вот Чисто в планере То есть уже летая В планере А не за самолетом Тут меньше Вот этих кругов Значительно меньше Если бы тут Было столько Кругов Столько В российской программе Я вам гарантирую Что стоимость обучения Здесь была бы Наверное Тысяч 5-6 евро А так она где-то Можно 3 тысячи В 4 уложить Там например Плюс-минус Вот Плюс бывает так Что Есть лебедки И полеты на лебедки Намного дешевле Чем за самолетом То есть у вас Лебедка Это такая Специальная устройство С тросом Который бяу И как змей Закинула планер На 600 метров высоты Ну или там На 300 На круг И вы делаете Кружочек Приземлились То есть вы Не самолет используется Лебедка И лебедка Стоит там Три раза дешевле Буксировки На самолете С лишних денег Вот И тогда вот При таком подходе Если это лебедка То может и дешевле быть Чем в России Обучение И еще есть Очень интересный вариант По обучению В Европе Это Клубы С Участием Так называемым Не только Деньгами Но и Руками То есть Тут вот При каком-то На городе Например Вот там Вервиль Учился у меня Василий Мой друг И вот Василий Пришел Как бы Хочу научиться Сколько стоит 1500 евро В год у нас Взнос Вот Ну еще 100 часов Работы Ну вы можете Заплатить по 5 евро За час И за вас Отработать Ну Васечка Там Я не знаю То ли он сам Отрабатывал То ли 500 евро Заплатил За это Но он Записался В этот клуб И он действительно За год Отучился По выходным Хотя Отучился Летать на этом Планере Там У них Лебедка Там Все Он выполнял Все необходимые действия Если он научился Смысл в чем Что Много старых планиров Государство Построены ангары Государство Это дело Датирует Клуб Очень давно Существует За многие годы Вот Каждый Член клуба Что-то делает Все за этим Ухаживают Вот эти 100 часов Отрабатывают Ну и в сумме Получается Что накладных Расходов нет С учетом Что государство Не дерет За самолеты За лебедки Денег То есть Вот оно Как бы Хотя бы Не грабит Этот бедный клуб Ну не бедный В данном случае Богатый И клуб на взносы На Опять же Бывают какие-то Спонсорские деньги Там Не знаю Бывают государственные дотации Тоже часто А покупают Новые планира Там Деремонтируют Лебедки Там Ну и так далее И тому подобное И держат Вот эту стоимость Членства годового За первый год Когда вы учитесь Летать Там 1500 Потом Когда научились Летать У вас есть лицензия Там Стоимость Членский износ В клубе В этом случае Там Может составлять Там 500 евро Например Там Еще чего-нибудь И вы можете Воплотить Можете его отработать Например За кого-нибудь Свои 100 часов Этим часто пользуется Молодежь Летая Соответственно За работу Вот Было бы желание Говорят Честно Блин Но Раньше Было так Что Люди Как учились Часто Ездили на аэродром Мыли самолет Дяденька вам самолет Помыть А помойка Вот ты Помыл самолет Он тебе Урок Лет Дал Или еще Что-нибудь Просто сейчас В современном Скоростном мире Вот эта мечта Летать Она куда-то Уходит Нормально Там Все ворчат Вот мы В нашем Я тоже Ворчу Мне вроде Не так много 46 лет Но я уже Как дед Ворчу Вот В наше Время Молодежка Была Вот Нормально Это все Но Не нужно Придумывать Оправдание Там Я не могу Можно Можно найти Способ Можно в тот же Щекино Ездить Там есть Сферма При которой Будете работать Будете работать Полдня цеплять Планера Чистить Сторожить Что угодно Делать И вам Дадут за это Полеты Потому что Там тоже Не звери сидят Там просто Ребята И в том же Сапсане Антон Геннадьевич Для своих работников Агрофермы Бесплатное обучение Сделал Летайте Сколько хотите Сколько угодно Так никто Не хочет С фермы Детишки Только не набираются Высманы И детишки летают Бесплатно Вот людям Можно было бы А не нужно Экзотика Вот поэтому Вот такая схема Получает Позволяет А плюс еще государство Государство детям До 25 лет Компенсирует Ну не детям уже И юношным девушкам 70% обучения То есть вот из этих Полторы тысячи Клуб Получает от государства Штукарик 500 Платит родители Ребятенка Или сам ребятенок Сдал бутылки И оп Пошел летать на планере Вот И получается же Красота Согласитесь Вообще огонь Оп Какую мы штучку взяли Сейчас попробую закрутить И видите Не особо не напрягаюсь Просто болтаюсь Вдоль склона Чтоб вам Говорящая голова С вами говорила Не От стеночки Какой-нибудь О Птичка такая Красивая Сейчас я попробую Подняться повыше Может вы ее увидите Оп Сзади Вот Говорят Голова с вами Трындила Не на фоне Стены Какой-нибудь Глупость Я сейчас сделал На склон Закрутил Мог попасть В теневую часть склона И пришлось бы Потом обходить Через ущелье Возвращаться Слишком низко Для таких Маневров Но ничего мы особо Не выиграли Так пару разворотиков Сделал Вот И так Детеныш Дал бутылки Государство Заплатило за него Тыщенку И все счастливы Ну и детеныш Еще поработал В клубе Там Почистил клонера Поклеил Там Поперетягивал Потому что Во многих клубах Французских Там используются Клонера 50-х годов Их там Не как В России На металлолом Все сдали Бланики В свое время Там Ну бланики Не сдавали Сдавали там Приморец Там сдавали Еще чего-то Чтоб было старенького Чего у нас там Все новенькое Вот И За всем этим Ухаживают И вот это все Существует Там 54-го года Сейчас на нашем Аэродроме 58-го года Планер продается 4 тысячи евро Пожалуйста Можно купить И летать себе спокойно У него еще ресурсы 9 тысяч Не 9 6 тысяч часов Ресурсы Пожалуйста Деревянный В этом плане Только к нему Нужен ангар И соответствующий Уход Вот И летать он будет Вечно Потому что Дерево В отличие от металла Усталости Не знает Единственная проблема Это всякие Грибки и прочие Но в современной Химии С этим можно бороться Так Мы Вот Варианты Это Как я сказал Просто пришли В клуб И учитесь И вариант В каком-то клубе Состоите Который Собществу По интересам Здесь можно летать Значительно дешевле И потом Можно летать дешевле То есть вот этот взнос Там 500 евро Допустим В год И работа Вы получаете Любой планер Который есть Планираж Это не только Двухместный Учебный Но и одноместный Есть И в долевом Таком участии В клубе Единственный минус Что вы хотите Вот сегодня летать А пришли А сегодня Планиров нету Потому что Все захотели летать А вроде как Вы летали Прошли выходные А сегодня Очередь там Другого человека Ну вот Это бывает Обидно Это Сподобляет На покупку Частных планиров Бывает такой вот Клуб общественный Но в нем Есть частный планер Там вот есть Клубные планира А есть еще частных Там троих Ребята Они иногда даже В военном Например Дают еще что-нибудь Короче существует Куча всяких вариантов Итак Еще какой способ Существует обучение То есть я вам Пока два Рассказал способа Это вот Поехать в России Школу Поехать в Европе В какую-нибудь Школу Учиться И существует еще Вот Чем занимаюсь я Это частные инструктора Вот Некоторые частные инструктора Как я со своим планером И Плюс этого способа В том Что вы Не ждете То есть вот В предыдущем обучении В котором я рассказывал Часто возникает элемент Что у вас есть время И деньги И часто Время равно деньги И вы не можете Использовать весь свой день На то Чтобы там Приехать на аэродром И торчать И ждать своей очереди А почти всегда В подавляющем количестве случаев У вас Приехал на аэродром То нет погоды То погода есть Нет буксировщик Это буксировщик есть Но летит Владимир Владимирович Пластанца воздушная Закрыли То там еще какой-нибудь Понос То какая-нибудь золотуха Вот И это удручает То очередь То приехали все Плюс приехали люди По сертификатам покататься А сертификаты Час на аэродроме Ну надо же выкатать Люди приехали Что с ним сделать Вы-то еще приедете А сертификат Это уже вот Вот они тоже тут Вот Ну я говорю как есть То что на все это Натыкался сам Перелечу-ка я наверное На какую-нибудь Другую горку Сейчас Вот И В конце концов Мы получаем Ситуацию Вот такую вот Вот Хочется Хочется быстро Хочется больше Хочется летать Хочется Хочется А ну не получается И во-первых Из-за этого Многие бросают Полеты на планере Просто потому что Ну что-то меня задолбало Вот это вот Сколько я на аэродроме Был Там у меня есть Например Ученик Вот птички Смотрите Вон она Красавица Попробуем ее Подрезать Вот У меня ученик Такой летает Атила И вот он В свое время Даже планер купил Мы говорили А в чем проблема Почему я не летаю Вот сегодня Что мы ждем Он говорит Так планера нет Он говорит Ну давайте я куплю планер Будет мой лично Ну давайте Вот И он купил личный планер А потом Инструктор его говорит Слушай Но Вот ты Твой личный планер Он сейчас на аэродроме стоит И живет Денег за стоянку А давай-ка ты это Дашь его нам в аренду И не будешь платить за стоянку Ну хочешь моим планером пользоваться Когда меня нет Да пользуйся Пожалуйста И человек потом приезжает На аэродром А бац на его плане Долетает Ну а сейчас же я Он говорит Да-да-да-да Сейчас вот с ними Долетаем И сразу ты Говорит Так это ж мой планер Зачем же я его тогда покупал Ну и вот он приезжал ко мне Как раз С соображением Что у него есть неделя И за эту неделю Мы с ним Садимся вот в этот планер Стоимостью 280 тысяч евро И налетываем с ним там 20 30 Ну 35 часов максимально Мы с ним налетали Как-то за неделю Вот И это За неделю можно летать Весь курс обучения Двухлетний там В России Вот Поэтому Человек готов за это платить Там Стоит это 2400 евро Вот на этом планете Неделя В индивидуальном порядке Все включено Все расходы аэродромные Все вообще Все что есть Вот Она стоит 2400 И люди платят У меня очередь на год вперед Просто потому что Хотят летать Ну Со мной например Раз А во-вторых Максимально эффективно А если Обучение Ну когда идет обучение Когда идут первые полеты Я конечно рекомендую Дорогучую неделю не брать Слишком Ну Не вылетывают ученик Все время Который может Где-то летать могу 8 часов в день А курсант Честно говоря Больше 3 часов в день Летать неэффективно Вначале Поэтому Летает 2 ученика Они летают По часа По 3 каждый И Это всех устраивает Иногда по 5 У меня было Максимальное количество Которое я вылетал По времени В день Это было 15 часов Так получилось Что там Отказали На другом аэродроме Человеку И мне пришлось Тремя учениками летать То есть двумя моими И одним Ну так получилось И Я в день До рассвета встал И приземлился После заката Полчаса До рассвета Полчаса После заката Отлетал 15 часов Взлет Я приземлялся Делал 20 минут Перерыв На то Чтобы выкатить Перекатить Планер Заправить Подписать И прочее И летал Были волновая Была погода Мы летали На 6 километрах И так далее Красота Все счастливы Я конечно Умотался План Ну вот так Вот Работа Такая Вот Поэтому Так бы Так конечно Выходит дешевле То есть Если я беру Двоих Учеников То стоит 1600 евро В неделю Вот на таком Планере Ну Это тоже Надо понимать Что тут Ресурс самого Планера Там Людный час Вот Амортизация Планера Банально 44 евро 42 евро За час Поэтому Вот Оп Ты шьё Одного Не заметил Ладно Надо отсюда валить А то так можно И нарваться Они все таки На фоне рельефа Рельеф такой серенький А ярлы такие же серенькие Лучше конечно В такой стае С ними не тусоваться Потому что Конечно Крыло выдержит Но ремонт Дорогой А если попадет Стабилизатор То привет Стабилизатор не выдержит Такого Удевательства Так Вот Это К вопросу Парам-парам Частных Инструкторов Так как у меня есть Лицензия Инструкторская Европейская У меня и номер Есть этой лицензии Я на лёд ставлю В лёдную книжку Ставлю свой номер Инструкторский И потом Нужно просто Сдать экзамен Я не имею права Принимать экзамен Потому что Не состою в клубе Ну состою в клубе Могу принять экзамен В Литве Но это может быть Неудобно Людям Ну вот Поэтому часто Мы используем схему При которой Человек научился летать Обучился базам В базе какой-то Дальше едет в клуб Сдавать экзамен Нужно там часов 10 Времени на это Налетать еще в клубе Потому что Ну мало ли Кто-то такой Пришел Приехал То есть здесь Несмотря на то Что у меня есть Я пишу Налет с отметкой Своей Инструкторской Все равно Есть правило Ну и клуб должен В конце концов Что-то зарабатывать Ничего такого Вот И вы тогда Сдаете в клубе Экзамены И получаете Европейскую лицензию Это дополнительно Там стоит Может Там от 1400 До 2500 Евро В зависимости от того По какому вы Пути пойдете Там по Сложному все Сами Или там С какой-то помощью И так далее И тому подобное Да Тогда получается Конечно Сильно дороже Потому что Вы получается Пришли бы В клуб сразу Вы бы наверное Там бац И 4000 заплатили И свободно А так вот Вы летаете Неделю Допустим Со мной 1600 Потом еще 1400 В клубе Ну тоже Примерно То же самое Получается Но я всегда Советую Недельки две Летать У меня Поэтому Получается Сильно дороже Но вы тоже Налетываете время То есть у вас За эти две недели Вы налетываете Не меньше Там 40 часов Ну может быть 35-40 часов Времени Это как Говорили универсальная Формула 100 евро час Это все опыт Потому что потом Даже если вы там Научились летать И отлетали Там минимум В 25-30 часов Вы все равно Должны учиться Летать с маршрутом На маршрут И понимать Как это делается А я как раз Занимаюсь Тем что Вот эти две недели Базовой подготовки Я учу летать Я не столько Учу взлетать И приземляться Сколько учу Летать Парить в воздухе И понимать Как устроены горы Где набирать высоту Куда летать По маршруту В какие точки Там Как вообще Маршруты строятся Как слетать К Монглану Иногда С Монглану Там Летать Кстати Опять У тебя Вычок Уделить Сейчас я Звери Обхожу Страной Боюсь Группа Группа Двоечников Нет Троечников Три штуки Смотрите Вот они Прохожу мимо Сейчас Вот они Оп Все И лечу дальше Вот Поэтому Как бы Часто вот этот вопрос Задается Как лучше Учиться Прочее Я считаю Что вот этот Как бы я поступил То есть Что я советую Если у вас Никакой возможности Уехать Никуда нету Из города Где тоже есть клуб Например Живет человек Воронеже Конечно ему выгоднее Там научиться У себя Сапсане И мозг не парить Лишь попросить бы Побольше Сначала полетов Напарения И потом Поменьше Эти кругов Вот А Если живет человек Не знаю Как Каким-нибудь апатит Как вот у меня Знакомый Там То ему В общем-то Что в Воронеж Ехать Что ко мне Сюда ехать То лучше Приехать сюда В Альпы И там Не обязательно Ко мне Учит еще Замечательный инструктор Дмитрий Боровик Замечательный инструктор Дмитрий Тимошенко Летают Можно С кем-то из нас Взять Отлетать Вот эту базовую Программку Там Неделю взять Полетать За неделю Уже Будет столько всего Дано Что Можно спокойно ехать В какой-нибудь клуб И готовиться К экзаменам И сдавать Вот В идеале Две недельки Конечно Неделька Вот на то Чтобы научиться Именно летать Пилотировать планеры И неделька Для того Чтобы полетать Маршруты Пошлифовать Эту технику Пилотирования Немножко Осознать Что же такое Горы Что же такое Альпы И прочее Потерем Вот Хорошо Вот Это вот Был бы такой совет И Сдать экзамены И получить лицензию Чем прекрасна Система в Европе Тем что вы Получив европейскую лицензию Можете ее спокойно Валидировать В России То есть И летать в России По европейской лицензии Без всяких проблем А Валидировать российскую Не получится Просто потому что Российской нету То есть Российская есть Дюсаповская Она позволяет Внутри страны Спокойно летать Без проблем Но К сожалению Она не позволяет вам Летать в Европе Брать планер В военду в Европе Вот В этом вот Удобство Если вам нет Разницы где учиться То Обучение в Европе В данном случае Имеет Некоторые плюсы Вот Теперь сюда Эти звери Перелетели Вот Не агитирую Ни в коем разе То есть Вы Тем более Что я скажу так Что у меня Учеников Когда нет коронавируса На год вперед И я Не скрою Что я выбираю Часто С кем летать По той причине Что если мне человек Не нравится Такие случаи были Не сработались Не слетались Не сошлись характерами Ну в принципе Ну в принципе мы там Думали Нет я вот Пожалуй Не хочу Вот В этом Плюс моей работы Я вообще работаю Не только ради денег Хотя это тоже Хорошо Когда деньги есть А Ну и понимаете Да Такой планер Там 280 тысяч Использовать Для обучения Начального Там По меньшей мере Как-то так Микроскопом Гвозди забивать Ну я поэтому Я летаю сам Мне очень нравится летать Мне очень нравится учить И так как Это получается Такой универсальный планер На котором можно летать Очень дальние маршруты И учить Каким-то базовым навыкам Пилотирования Там Взлет-посадку Я на нем стараюсь Не давать Потому что Все-таки шасси здесь Достаточно нежное Для взлет-посадки Есть Можно в клубе Там Кругить И налетать Сколько угодно Конечно Заход на посадку Саму теорию Практику Как подвести планер В земле Все Все естественно Дается Вот Пам-парам-парам-парам Существует Другой вариант Что вы Пошли в клуб У себя Где-нибудь Там полетали Там у меня очень много людей Пилотов из Шеврена Из Щекина Там летает Кто летал Учился там летать И потом Решил что Узнал что есть такие горы Есть такой планер Есть такой Волков И А почему бы Типа не полетать Ну и дальше Мы договариваемся Человек приезжает Называется Это горный курс То есть Человек уже Геет летать на планере Он приезжает сюда Научится летать в горах И там неделька Обычно Это то время За которое Я показываю базу Как тут Парить в этих склонах Как использовать Эту энергию И Человек Обучившись Дальше уже может Приехать сюда Взять планер в аренду Если у него лицензия есть И летать спокойно Ну или сдать На эту лицензию Смотрите Какой кабан Там На хуйне хвостом Он его показал Вот Скратце Все Наверное То есть Вот я вам Рассказал Путь Какой вас ожидает Если вы захотели Научиться летать На планере Три варианта Обучения Это в России В Европе И у частного инструктора Со сдачей Хоть в России Хоть в Европе Нет Кстати В России Вам вряд ли дадут Сдать экзамен Потому что там Как правило Кубок Такая система Что вы Даже имея налет Пришли Вас все равно Сначала запустят Только по укороченной программе А вот А в Европе 10 часов 10 часов Вы можете сдать Где бы вы не учились Ну естественно Там с отметками Что вас кто-то учил В данном случае Вот я учил Или я Или кто-то из русскоговорящих Инструкторов Можете При хорошем английском К английскоговорящему Инструктору податься Какому-нибудь знакомому То есть там Таких услуг Наверное хватает Вот Это к тому Что на планере Научиться реально Реально до какой-то базы дойти Теперь наверное У вас возникает вопрос А как же дальше-то быть Что же дальше-то делать Ну научился я летать Ну вот можно дальше Состоять в клубе Не важно там В Подмосковье Вы будете летать Или вы будете летать Какая-то орлиная Мега тусовка сегодня Вопрос это Табунами На сегодня В каком-то клубе Будете состоять Будете брать Планер в аренду Планер в аренду Не знаю Там Сапсане Стоит Интак там Четыре с половиной Тысячи рублей На весь день Там бланек Три тысячи Наверное Каких-нибудь Может в час Может в день Не помню Прайс есть Ну потому что Это недорого В России Взять планер в аренду Сейчас часто Сильно дешевле Чем в Европе Достаточно Ну в Европе 18 евро в час Например Какой-нибудь Четыре будет стоить В клубе Если вы в клубе В котором Вот коммерческая Там Не так как Вы взнос Заплатили За этот взнос У вас все бесплатно А там Ну обычный Почли Вот хочу Один давать Планер Сколько Неделю Сколько стоит 600 евро От 400 до 600 Там Планер Безматованный Стоит И все Взяли на эту Неделю За неделю Вы можете В день летать Там Шесть часов Это не всегда Там Ну пять Четыре Часа Ну четыре На шесть Летных дней Шесть на четыре Двадцать четыре Красота Красота За Свои там 600 евро Да не летали 26 часов Поделите И посмотрите Сколько часов Ну понятно Что у вас еще Будут подъемы На забуксировке Там Двадцать Тридцать Сорок евро Но это не самолет То есть это вы не будете Как на самолете Самолета аренда Стоит намного больше У вас на самолете Будет каждый час Еще жраться Топливо Как минимум Восемнадцать литров Получается что После базового обучения Какого-то Которое вы получили Черт Ну как же им тяжело Мне сейчас Тут еле выпаривается Еще этих птиц Табуна Которые тоже Видимо выпаривать хотят У вас получается Что после Значительных вложений На процессе обучения Когда вы учитесь Вы тратите много денег То есть это Ну Приличная сумма Потом это становится Относительно доступным То есть потом Вам уже не нужно Столько денег Много тратить На то чтобы летать Вы научились Вы заработали Свою лицензию И можете дальше Уже летать Значительно дешевле В этом прелесть планера Что Не как на самолете Что у вас Обучение на самолете Не шивко будет Отличаться Дальнейшей С этого планера Сейчас я вам покажу Какая Проходит здесь Я такое место люблю Сейчас разгонимся Вот так Вдоль дорожки Очень люблю летать Вот это Это все нашу сбоку, как можно на плане летать. Заманушка, да, хорошая? Красота, но только высоту продуплили, конечно. Эх, кулеван я. Так. Батарейка сейчас сядет. И заодно поменяю батарейку, переключусь на другое видео. Итак, я вам объяснил, что потом можно брать планер в аренду, летать, и это абсолютно реально, совершенствовать навыки, участвовать в интереснейших соревнованиях. Дело в том, что очень много смысла планиризму добавляет в соревнованиях, кто быстрее пролетит маршрут, если решить маршрут, и дальше вы летаете по этому маршруту, помимо того, чтобы просто держаться в воздухе, вы можете соревноваться, вы можете ездить на чемпионаты России, на кубки. Понятно, что сначала с малого начинается. Но потом вот есть клубы, вы записываетесь в этот клуб уже спортсменом, вы приезжаете на эти соревнования, рубитесь, вас подбирают с площадок, когда вы не долетаете. То есть это целый мир. То есть я в свое время крайне благодарен был соревнованиям и полетам там в Орле или там много. Соревновался с кучей российских пилотов, выигрывал соревнования даже. Меня даже в сборную России включили, нечаянно. Я там выиграл, второе место на Кубке России занял, потом выиграл Кубок ДСРАП на второй год обучения своего. И получилось так, что у меня бац там по результатам года, бац в сборную. А потом выясняется, что литовско-подданный. И был скандал. Хотели сначала все медали отобрать на Кубке, но потом подумали, решили не отбирать. Так что карьера спортивная тоже вам рекомендую. И на этом по, наверное, вот эта часть видео я и закончу. То есть вы поняли, сколько стоит научиться летать на планере и вообще зачем это делать? Зачем это делать? Еще раз говорю, что для того, чтобы после того, как вы научились летать на планере, можно будет летать недорого. Не так, как на самолете. На самолете будет сильно дороже в раковую аренду. На планере будет сильно дешевле. И деньги это вторично. Это будет бесконечно интереснее. То есть вы на планере, проводя в воздухе 8 часов, вы будете их не замечать. На самолете это сделать невозможно. Потому что вам будет... Ну, конечно, если вы там решили перелететь через всю страну, там прочее, у вас там тусовка, три самолета летят, у каждого свои проблемы, кричается топливо, что он сбился с пути, мы летчики и так далее. То есть, ну, каждому можно... В каждой вещи надо искать свою положительную сторону. В самолете это путешествие. Путешествие в каком стиле? Вы запланировали перелет сегодня из, там, не знаю, какой-нибудь Подмосковья, там, в какой-нибудь, там, не знаю, Верью, ой, не Верью, это... Валдай какой-нибудь. И бац, там, из Верии Валдай. И решили, э-э-э, и полетели. И вы точно долетите. У вас есть топливо, у вас есть погода, все предсказуемое. На плане такой предсказуемости нет, но есть очень большая вероятность, что вы что-то сделаете, и вы начинаете игру с природой в шахматы в режиме «я хочу сегодня вот так слетать». И играете. И у вас игра на весь день. Это то, что заставляет, например, людей путешествовать на яхте. За хрен нужна яхта, которая, там, неизвестно, как парус, ветер дует, когда есть моторная лодка или моторная яхта, катер там. Но вот как раз разница в том, что на яхте вы можете идти под парусами, не используя энергию топлива. И когда нужно, хорошая, конечно, яхта всегда оборудована дизелем резервным. И вы там раз завели этот дизелечек и пыхтите на этом дизеле. Позор, конечно, не любят таких смен. Как и я, не люблю заводить мотор, который у меня сзади сейчас есть. Но я могу это сделать. Вот, друзья, на этом, наверное, всю эту красивую часть про сколько стоит обучение на планере я закончу. И бонусом сейчас сделаю, не знаю, выложу ли я это отдельным видео или нет, и поменяю батарейку, и запишу часть, сколько же мне стоило обучение полетом на планере. Сколько, во что мне это вышло. Спасибо, что досмотрели. Кто досмотрел, простите за занудство, простите за много лишних слов, может быть. Ну, вот как есть оно примерно. До новых встреч. Ари Вуар.